Ненавижу поликлиники. Везде спиртом пахнет. А на входе пирожками. Блин, так выпить охота, а? Вроде ж не хотел. Что за поликлиника такая, а? Бахилы по 30 гривен продают. Да не говорите, крохоборы, спекулянты, гады. Ой, ой, ой. А мне жена говорила, что инопланетяне существует. Это, кстати, мой второй контакт. Первый был, когда я омыватель попробовал. Вы его тоже видите? Вообще-то это мой сын. А вы по записи? Я по запаху. От этого кабинета лучше всего спиртом пахнет. А мне лекарство надо. Здрасте. На прививке сюда? О, здорово. Ух ты, черт. А, это малой? Да, это мой сын. С ним все в порядке? Понятно. Ну, здрасте. Здрасте. Александр. Да ладно, что ты начинаешь? Я не заразный. Лучше перестраховаться. Ну да, действительно. Возьмите мое средство, оно на основе спирта. Что ж ты, гад, молчал? Вы что делаете? Это для наружного применения. Ой, немного попустила. Лёва, иди сюда, здесь прививки делают. Блин, это что, слёт инопланетян? Ой. Это космонавт? Да нет, я просто забыл, что затемнённое стекло. Это мы от эпидемии спасаемся. Просто зашли в аптеку, а там ни одной марлевой повязки. Я, кажется, догадываюсь, где все марлевые повязки. Зато не заболеем. Сыночка, иди пока сдавай анализы, а папа очередь подержит. Я, конечно, извиняюсь, может, не мое дело, но, по-моему, он вас не слышит. А, сына, топ-топ, пись-пись, буль-буль. Сынок, иди за ним, этот парень, походу, здесь местный. Дети такие бесстрашные сейчас. А я в детстве, период, боялся. Мне все врачи говорили, не бойся, тебя всего лишь комарик укусит. А мне еще страшнее становилось. Чего? Да вы знаете, сколько заразы в тех комарах. И малярия, и дифтерия, и дизентерия, что хочешь. Ой, а я вот лично прививок никогда не боялся. Вот доктора боялись мне их делать. У меня просто в детском садике репутация была не очень. Три нокаута, два нокдауна. А я прививки любил, да. Особенно запах от ватки. У меня так батя пахнул. Я вот, честно говоря, не понимаю, зачем эти прививки нужны? Нельзя каких-то таблетчик дать, да и все. Что? Вы против вакцинации? Ш-ш-ш-ш. Тихо-тихо, стресс, стресс, стресс. Таблетки от стресса. Между прочим, вакцина – это введение в организм человека заболевания в малых дозах, чтобы он мог с ним сбороться. Чего? Ну, это как пивка перед хорошей пьянкой дернуть. Понимаешь? Чтоб печень адаптировалась. О, сынок мой! Единственный тут землянин, кстати. Пап, я все бахилы продал. На АКДС и полиомиолит очередь занял. Молодца. Так, Лешенька, смотри. Пойди вот эти банки. Продай возле лаборатории с анализами, понял? Все, чеши. Вообще-то там баночки поменьше нужны. Вообще-то огурцы именно с таких едят. Общи! Вы что чихаете тут? Вы расчихались тут? Да успокойся, я просто чихнул. Просто чихнул? А вы знаете, что у Кори первые признаки, как у простуды? Не знаю. Вы Корю раньше болели? Я нет, но жена думает, что да. Это как? Да это я из Таиланда вернулся. Сыпь какая-то началась. Жена мол, что такое? Корь, дорогая Корь. А вы болели Корью? Я нет, не болел. Ну и не парюсь по этому поводу. Между прочим, зря. Взрослые гораздо тяжелее переносят Корь, чем дети. Братан, у меня теща неделю жила. И если я ее перенес, то я любую болячку выдержу. Извините, а вы только от Кори будете делать прививку? А от столбняка будете делать? От столбняка? Да зачем? Лишать удовольствия моего пацана. Я же еще внуков хочу. Пускай стоит. Ну да, да. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Детки, проходим, проходим. Тише, 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 тише. Это что за пятна у вас? Что это за пятна у вас? Господи. Не переживайте вы так. Так, это пока я спал, меня дети фломастером разрисовали. А сколько у вас детей? Пятеро. Пятеро. Вот кому нужно прививки от столбняка делать. Это еще что? Однажды они мне руку клеем намазали, пока я спал, а у меня зачесалось. Ну вот так пришлось на работу и ехать. Я представляю, как с тебя ржали на работе. Нет, это полбеды. Меня в метро на каждой станции выкидывали и избивали. Детей не хотели в садике выдавать. Так, вы крайний? Да, я. Это хорошо. Так, я буду за вами. Еще очередь в семнадцати кабинетах надо занять и все. Слышь, мужик, могу очередь на АКДС продать. Спасибо. Не надо, мы успеем. Успеем. Успеет он. Пятеро детей. Ни разу не успел. Успевун. А вы это, раньше прививки делали? Сегодня еще нет. В смысле сегодня? Вчера делали, позавчера делали, позавчера тоже делали. Слышь, мужик, у тебя в роду фашистов не было? Найм. Немцы были. Фашистов не было. О, что там? Ничего себе. Это за две пустые банки? За полные. Там тебя на водядю полиция вела. Он попросил, чтобы я за него анализы сдал. Молодца. Слушай, Лешка, иди, наверное, обратно под лабораторию и жди пьяных дядь. Пап, я больше не хочу в туалет. Попей водичку и иди. Бизнесмен растет. Леша Маск. А я вот не хотел хвастаться, ну ладно, похвастаюсь. Я же тоже скоро миллионером стану. Да? Я вложил деньги в биткоины. Я тогда их еще по две гривны брал, да. Но могу вам, как корешам, продать по сто баксов. О. Это ж жетоны на метро. Да ты-то откуда знаешь, как они выглядят? Кто? Биткоины? Жетоны на метро. А здравствуйте. Кто на прививочке, сдаем медицинские карточки. Да, да, да. Так, хорошо. Вот, за 2018-й. За 2017-й давать? Не надо, думаю, этого достаточно. Доктор, а я забыл дома. Ай-яй-яй, ну без карточки мы не принимаем. А вот, может быть, вот это поможет? Ну что же, вы говорите, что у вас карточки нет. Вот же она. Вот. А значит, я делаю прививочку и зову следующего. Доктор, доктор. Вы как прививку сделаете, ватку не выбрасываете. Слушайте, мне кажется, что вот эти вот все прививки, вот эта вся ерунда, это все происки правительства. Они придумали, чтобы специально с нас бабло срубить. Да что вы ерунду говорите? Да, кстати, это реальная тема. Я в интернете читал. Слушайте, а у меня ж кум работает в Министерстве здравоохранения. А давай его сейчас-то берем и спросим. Алло, кумчик? Здорово. Слышь, вопрос такой. Вы вот эту вот конитель с эпидемией устроили, чтобы опять бабок срубить? Или? Да, я так и думал. Все, расслабьтесь. А сам как вообще? Приболел? Чего, простудился? А, температура и красные пятна? Ну, выздоравливай, если сможешь. Вот у нас Министерство. Сами придумали, сами заболели. Вот видите, прививки все-таки делать надо. А вы, кстати, уже определились, какую будете делать? Ну, говорят, бельгийская самая модная. Да, бельгийская хорошая. Мы ее позавчера делали. Позавчера индийскую, вчера французскую, а сегодня опять бельгийскую будем делать. Слышь, а ты не боишься, что у тебя ребенок на прививки подсядет? Нет, что вы, мы ему делаем прививки от привыкания к прививкам. А мы нашей будем пользоваться. Какой нашей? Отечественной? Ну да. Ух ты, а как препарат называется? Записываем. Чеснок. Да ну скажете тоже такое. Чеснок не то, что от кори, он и от дифтерии не поможет. Дифтерия? Дифтерия, это что такое? Ну, это когда температура ломит все тело, общее недомогание. Так это у меня по утрам каждую субботу дифтерия. А я на бадун грешил. А, в общем, такое дело, можете не ждать, прививочки закончились. Как это? Как закончились? Сыночка! Сыночка! Срочно покупаем химзащиту и биокамеру! Хи! Сыночка! Стой! Доктор, я, конечно, все понимаю, но может вы там еще раз глянете, может есть еще прививочки? Для вас, конечно же, гляну. Да. Вы знаете, посмотрел, ничего не осталось? Офигеть у нас медицина! Офигеть! А вы чего ждете? Нету прививок? Доктор, я жду, когда вы мне ватку вынесете. Слушай, ну ватка вас от кори не спасет. От кори-то она не спасет, но вот если под язык положить, от бадуна спасает. О, коллега, пройдемте в манипуляционную. А, еще говорят, медицина у нас плохая. Подождите, доктор, секундочку. Руки, протри антисептиком. Да вы задолбали со своим антисептиком. Вон, елку попшикали, она вся осыпалась. А может, оно и через елки передается, кто его знает. Маску надень! А вы чего без маски? Мне в ней трудно дышать, а ты надень. Сашка, ну действительно, Новый год уже практически начался, а ты до сих пор без маски. Ладно, хорошо. Какую одевать? Праздничную или повседневную? Ну, конечно, праздничную. Может, хотя бы когда часы двенадцать будут бить, маски снимем. Вот правильно ребенок говорит, потому что есть традиция такая. Как ты Новый год встретишь, так ты его и проведешь. Не умничай. Давайте так, расставим все на столе и тогда снимем маски. Так сейчас положено, чтобы надежно спрятаться от этой заразы. Типа, когда коронавирус к нам придет, он вас в маске не узнает. А я специально на вас пальцем покажу. Одна у меня-то рада. Ты, внучек, умный, красивый. Кого ты такой? Слушайте, бабуля, а вы в каком платье Новый год встречать будете? В синим или в зеленом? Или в обоих сразу? Очень смешно. Как хочешь ты. Слушайте, а давайте вообще Новый год будем в разных комнатах праздновать, а? Слушай, я вообще не понимаю, как ты с таким отношением до Нового года дожил? А потому что я не верю в этот вирус вообще. И антисептик у меня двойной перегонки. Думаю, дело не в антисептике. Просто животные не болеют. Вот вы смеетесь, а между прочим, следующий год – это именно мой год. Да-да, год тупого быка. Не тупого, а белого. Во-первых, я сильный, я здоровый, как бык. А во-вторых, я беленькую люблю. Лёшка, куда? Руки иди вымы с мылом. Бабушка, я их мыл 15 минут назад. Ну ты же папу трогал, а он заразный. Ладно, давай я тебе водочкой руки протру. Я вам сейчас протру. Посмотрите на неё. Вон, карвалолом своим протирайте, он тоже на спирту. Ладно. Так, садитесь все за стол, отмечать Новый год. Блин, у меня, конечно, такое ощущение, что мы этот Новый год с марта встречаем. Чего это? Да потому что сидим постоянно за столом, жрём вон вчерашнее и ждём, когда президент что-нибудь по телевизору скажет. Так, всё, 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 всё. Вот. Всё готово, можем снимать маски. Давайте, снимайте. Так, ну что, давайте по 50. Приготовились. Фу. Что с мандаринами? Я их прокипятила. Их есть невозможно. Зато безопасно, Лёшенька. Надо всё кипятить. Это болячка страшная. Так по телевизору сказали. Вы меньше этот телевизор и новости смотрели. А это не новости. Это экстрасенсы говорили. А они не врут. Что ж ваши экстрасенсы за 16 сезонов ни разу коронавирус не предсказали? Что, по сценарию не было написано, да? Так, Саша, побрызгай себе руки антисептиком. Слушайте, я вообще вам так скажу. Я этого коронавируса вообще не боюсь. Чего? Потому что на мне кредит висит. Если что, меня коллекторы откачают. Ну давайте вздрогнем уже по писяшке, а? Поехали. Сейчас, сейчас. О, Дед Мороз пришёл. Чего? Этого ещё не хватало. Ура, Дед Мороз! Он заразу нам принёс. Бабун! Ну, Дед Мороз ведь сказочный персонаж. Как он может заболеть? Ну, вон даже президент заболел. А знаешь, какие он сказки рассказывает? Как вы всё-таки задолбали со своей политикой? Точно. В этот раз президента смотреть не будем. Чего это? Вирус новый, малоизученный. Может, оно и через телевизор передаётся. Дед Мороз пришёл. Есть кто дома? Пойду открою. Не пускайте эту бациллу ходячую. Чего это не пускайте? Я ему 500 гривен уже дал. Пускай отрабатывает. Сколько? Саша, это такие деньги. Ты вообще не умеешь обращаться с деньгами. И это мне говорит внучка великой финансистки, которая вложила все свои пенсии в ценные бумаги Абуховского комбината. У нас он из-за этих акций к лёжке в комнату даже зайти невозможно. Так, ты, дед, скажи сперва, у тебя ПРЛ-тест есть? А, может, ПЦР? Не умничай. Есть или нет, говорит? Да есть, есть. У меня и все справки, и прививки, и... От коклюша привился? Бабушка, ну это лиснее. Лучше перебдеть. Есть прививки у тебя все? Да я все, говорю, у меня есть. Дед Мороз подготовился. А ну давай просунь все под дверь. Сейчас, сейчас. Давай я возьму. Подожди, Вика. Бабушка. Лучше перебдеть. Ну все, ну хватит уже. Ладно, куда перчатку надень? О, Господи. И лучше перебдеть. Все, все, надела вот. Подожди. А пускай Сашка лучше возьмет. Ну его не так жалко. А, это поэтому именно я в магазин хожу, да? Сашка, ну че ты начинаешь? Ну действительно, давай и ты посмотришь. Блин. Ну че там? Да ни хрена тут не разобрать уже. Вы своим антисептиком побрызгали, все буквы порасплывались. Так а что делать? Все буквы размыл, зараза. Слушайте, так у меня есть все справки в электронном варианте. Давайте я вам на Вайбер отправлю. Давайте. Давайте на мой номер. Подожди. Не открывай. Вы че делаете? По пси уже что ли? Бабуля. Лучше перебдеть. Блин, третий телефон угробите. Ну че там? Ну, вроде все нормально у него. Все отрицательно. Слушайте, да у меня даже борода из стерильной ваты. Ну, ну, отлично. Оставляй подарки под дверью и вали отсюда их. Что значит вали? Вы чего? Я же ему аванс дал. Бабушка, пожалуйста. Ну ладно. Так, только подготовиться надо. Куда? Да, дай лапочку, лапочка. Давай, давай, давай. Я тоже продезинфицируюсь. Давай. Все готовы. Ну. Заходи. Добрый, дедушка. Сука, глаза. Подожди. Хрена. Все, теперь можешь. Я Дед Мороз. Я шел, друзья, к вам. А ну пошел вон отсюда. Да кто ж ты, Сапфор? Вика, вызывай скорую и полицию. Скажем, что он грабитель. Да вы мне еще деньги должны. Вы что, больные что ли? Ну, кашлянул человек. Ну, поперхнулся. Все ж, теперь не кашляет. Что вы делаете? Да, пожалуйста. Сейчас же Новый год. Я хочу посмотреть на Деда Мороза. Хочешь посмотреть? Сейчас. Вот тебе стульчик. Вот тебе глазок. Смотри. Дедушка Мороз, а что ты нам принес? Это сюрприз. Хватит нам сюрпризов в этом году. Ну, говори, что у тебя там. Ладно. У меня конфеты и... Мэйденчина. Конфеты у меня. Давайте его впустим. Ну, пожалуйста. Ну, действительно, давайте впустим уже. Так, хочешь Деда Мороза? Вот бери к табуретку, иди в подъезд и сиди там с ним. Ну, только знай, что две недели с ним там и просидишь. Ну, бабушка. О, ну пойми, если ты в этом году Дедушку Мороза увидишь, то в следующем году можешь не увидеть бабушку. Дед Мороз, заходи! А ну, стоять! Да кто ж ты такая-то? Температуру у него проверьте. Логично. Вы что, вообще уже? Это же Дед Мороз. По его показаниям температуры, его сразу надо в морг отправлять. Дед, а ты кого до этого поздравлял? Никого! А от вас так спиртом несёт, как будто вы с утра всех поздравляете. И глаза красные. Вы же сами мне в лицо спиртом пырсули, а потом ещё по печени дали. А, ну логично. Слушайте, давайте его уже запустим, действительно. Ладно, последняя проверка. Задержи дыхание. Хорошо. Но если вы после этого меня не впустите, я уйду, понятно? Ага. Давай, Дед, держись ты уже на финишной прямой. Пожалуйста. Так, так. Слушайте, так, Бабуль, а ну, Кыш, ну, действительно, что вы делаете? Он там сейчас крякнет. Лучше он, чем мы. Так. Так, так, всё, я его запускаю. Идите. Да, да. Давай, Дедуля, заползай. Добрый Дедуля! О, стоять! Кто ты? Пусть по скайпу поздравит. Точно, Сашка, пусть он Лёшку по скайпу наберёт и поздравит. Слушай, Вика, ты такая умная. Чё ж ты по скайпу прически не делаешь и маникюры, а? Саша, будешь выделываться, будешь спать со мной по скайпу, понял? Что вы, взрослые, столько не сделаете, чтобы детям праздник испортить? Эй, действительно, что вы за люди такие? Давай, Лёшка, попейся. Саша! Ой, извините. Ну, ладно. Ну, давай попейся. Саша! Ладно, говорю, впускай его, но только мы сначала костюмы новогодние подготовим. Ура! Идёмте, идёмте, костюм. Вот. Дедуль, ты там ещё? Заходи. А бабка ушла? Ушла? Да ты не обращай на них внимания. Они ж шабанутые, у них даже справка есть. Саш, продезинфицируй там его! Да-да, сейчас как раз этим занимаюсь. Давай, дезинфекция спешки не любит. Вперёд. Вы что там, пьёте? Да нет. Сока выпили немного для поднятия иммунитета. Ну, давай рассказывай, что там в мире вообще происходит? Да хреново всё. Люди в меня вообще перестают верить. У вас ещё нормальная семья, да, несмотря ни на что, нормальная семья. А так бывает, приезжаешь и говорят, откуда? С Лапландии, всё. Будь добр, две недели на карантине в подъезде сиди и жди. Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода из ваты! Алёшка тебя уже тут сождался. Одну секундочку. А раньше для Деда Мороза другие костюмы надевали. А ну, понюхай, чё им пахнет. Бабушка, ну это лишнее. Я хочу убедиться, что человек запахи чувствует. Да вы чё делаете вообще уже, что ли, с ума сошли? Что? Просто чихнул. Да блин, зима на улице, люди чихают, что тут такого? Дотя, бежим, тут всё заражено. Я вещи собирать. Какие вещи, я говорю, всё заражено. Бежим в деревню ко мне. У меня пересидим. Лучший Новый год за пять лет. Так, ну что, дедуля, чем дезинфицироваться будем? Беленькая или односолодовая у меня есть? Да мне, в принципе, без разницы. Я всё равно ни вкусов, ни запахов не ощущаю. Бабуля! Бабуля, стойте! Я же без вас в деревню не доеду! Бабуля! Алё, Алё, Серёга, привет! Представляешь, у меня жена на неделю уехала в отпуск. Да я не хвастаюсь, я за помощью звоню. Ну, помнишь, ты мне рассказывал, что когда у тебя Маруська уезжала на неделю в отпуск, ты вызывал себе девушку. Как, не помнишь? Ты же мне вчера только рассказывал. Серёга, не тупи! Мне нужна баба! Нет, не ромовая! Мне нужна девушка древнейшей профессии! Нет, не учительница! Нет, не журналистка! Серёга, какая асфальтоукладщица? Ты чё, там кроссворды, что ли, разгадываешь? Серёга, не тупи! Трубку бросил. Тоже мне друг называется. О, перезванивает. Алё, ты чё тупишь, Серёга? А, ты сразу всё понял? Просто жена была рядом? Красавец, вот это шифр! Серёга, слушай, сбрось, пожалуйста, ссылку на сайт с этими девушками. Ага, спасибо. Вот это друг. О, есть! Так. Сайт Штучки-дрючки. Штучки. Ой. Ой. Так. О, сколько стоит? Блин. Есть раздел эконом? О, ёлки-палки. Тоже дорого. Может, есть эконом плюс? Блин, Фика. Вот ты знаешь, прям, когда позвонить. Алло? Привет, любимая. Да-да-да-да. Всё хорошо, прекрасно. Дома. Спать собираюсь ложиться. Почему в два часа дня? Приболел. Не надо возвращаться, Вика. Не надо никакой скорой, я тебя умоляю, пожалуйста. Нет, да всё хорошо. Ну, чуть-чуть так приболел. Ну, да. Не надо скорой, я тебе ещё... Запахи чувствую. Вика, я не буду нюхать освежитель воздуха. Хорошо. Лавандовый. Вика, я понюхал, а не прочитал. Клянусь. Нет, Вика. Лоток барсика я нюхать не буду. Да не надо никакой скорой, я тебя умоляю. Вика, спокойно отдыхайте, через недельку вернётесь, и всё будет хорошо. Да, люблю. Умей, мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Умеет же настроить. Продолжим. Ха-ха-ха. Так. Ваши предпочтения. Так. Только не рыжую, чтобы как Вика. Грудь и попа побольше, чтобы точно не как у Вики. Ох ты, костюм можно выбрать. Так, давай-давай-давай-давай. Училка. Угу. Стюардесса. Угу. Медсестра. Угу. Хватит. В смысле предоплату? Так. Где-то у меня Викина карточка была. 25, 37, 14, 15. 24. Все. Ждем. Да, девушка, не переживайте вы так. Я уже под вашей дверью. Сейчас вылечим вашего мужа. Ох, ничего себе. Оперативненько. Так, 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 так. Таблеточку. Ну, как Серега говорил. Так. Ой, ты не дай бог, она как бы там и увидит. Телефон. Викуся. Прости. Телефон сел. Музыку. Паратичнее. Телефон сел. Телефон сел. О! Телефон. 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 Так, позу, позу посексуальней. А, нет, неправильно, поймёт. Как это, вот так вот. Аполлон. Входите там открыто. Чё, так долго? Я думал, случилось всё. Фу, чё у вас так лавандой воняет? Вы что, моль травите? Господи, что это за музыка такая нудная? Выкручите, ради бога. Ну, как говорится, и вам добрый день. Вы прям так оперативно. Ну, сказали экстренный вызов. Где больной? Я здесь, перед вами. Вот люди, а. Я думал, он тут в приступе валяется. На полу. А он живее всех живых. Вообще-то, вы знаете, я вас себе немного по-другому представлял. Это как? Ну, чуть поменьше. Чуть посексуальнее. Халатик чуть покороче. Чуть почище. Знаете что? Скажите спасибо, что к вам хоть кто-то приехал. Все бригады на вызовах. Чё, прям все? Все. Волонтёрами добираем. Я сама только с вызова. У меня мужик руку сломал. Интересно. А как это он руку сломал? А вот так. Псовал туда, куда не следует. Клянусь, буду аккуратнее. Вам вообще повезло. К некоторым мы так и не попадаем. Да? И что же они тогда делают? Ну, кто сам себе поможет. У кого самор рассосётся. А остальные к нам завтра приползут. А там Виктор Борисович. А он сюсюкаться не будет. Красивый такой мужик. Здоровый. Прям, прям Виктор Борисович. А он, простите, и женщин, и мужиков обслуживает. Но его на всех хватает. На клиентов и на нас. Вас, если что-то не устраивает, я вас могу завтра к нему записать. Нет, 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 ну что вы. Меня всё устраивает. Ну, что, как говорится, давайте начинать. Давайте начинать, времени мало. Ага. Показывайте. А, простите, что показывать? Причину беспокойства, чего вызвал. Ну, прям вот так, прям вот так вот и показывать. Я как-то, ну, немного стесняюсь. Может, вы для начала покажете? Мужик, я сюда не для Игор приехала. У меня до тебя 12 вызовов было. После тебя 7. Потом ещё к деду 70-летнему ехать. Сила на свою голову халтуру. Вы пенсионеров обслуживаете? В основном их и обслуживаем. Фирма у нас такая. Чё так смотришь? А, ой, простите, я без бахил. Без бахил? А, в смысле, без средств защиты? Понимаете, за целый день стёрлись до дыр. А разве можно без бахил? Со мной там ничего не случится? Ой, ну чё с тобой случится, а? Ну, тряпкой потом протрёшь после меня, и всё. Протру. Конечно же. А если честно, мне без бахил тоже больше нравится. С бахилами ощущения не те. Муж звонит. Алло. Работаю. Перезвоню. Я прошу прощения, вы ещё и замужем? Ну да. Это, конечно, не моё дело, но, а как муж относится к этой вашей профессии? Ну, ему, конечно, не нравится, что я пошу, как ломовая лошадь. Но это ж работа. Это ж деньги платят. Он у меня водитель, возит нас. Подождите, в смысле, как возит вас? То есть вы сейчас ко мне поднялись, а он там внизу стоит? Стоит и ждёт меня, всё верно. Ой. Давайте отменим, я что-то передумал. Что значит отменим, а? Тебе сейчас хреново станет, что я потом ментам скажу. А, вы под ментами ходите? Да под кем мы только не ходим. Давай я у тебя анализ возьму. Прошу прощения, а какой анализ? Кулачком поработай там. Знаете, я вас сюда вызвал не для того, чтобы кулачком работать. Кулачком я, знаете ли, и без вас мог бы, хорошо. Я ещё плохо совсем, а? Что с тобой? Печёт, чешет, колется, что? Печётся, колется... Хочется. Понятно, мужик. Давай я тебя послушаю. Ну, хотите начать с прелюдии? Хорошо, слушайте. Значит, я одинокий мужчина, которого бросила жена. И ему не хватает элементарной женской лазы. Точно больной. Таблетки принимал какие-то? Да, одну принял. Мне Серёга сказал перед вашим приходом. Я вот принял. Так, хорошо. После таблетки хуже или лучше стало? Я пока не понял. Я как-то, ну, разнервничался. И вы влетели прям как в вихре. Может, познакомимся для начала? Старшая медсестра. Юлия Сергеевна халявка. Халявка? Вы цены на сайте видели? Не такая уж, знаете вы, халявка. Могу паспорт показать. Да нет, не надо. Я на самом деле верю. Просто я думал, что ко мне приедет какая-нибудь Снежана или Анжела. А то так официально, Юлия Сергеевна. Температуру мерил? Мерил. И? Есть. Вот прям чувствую. Я прям вот сейчас вот прям вот весь горю. Прям. Отлично, сейчас перемирием. О, игрушечки. Подождите, это же обычный градусник. У меня есть ректальный, хочешь? Не надо, я натурал. Здрасте. Это ваш муж? Это мой муж. Что там? Юльчик, ты это, долго тут? А то у нас там срочный вызов. Короче, один мужик на другого упал. Так. Да, и все. Я боюсь, он его там раздавит. 120 килограмм все-таки, е-мое. Так, пусть потерпят. Ага. Главное, чтобы сами ничего не делали. Понятно. Ты ж мне поможешь, если что? Конечно, помогу. Ага. Так я тебе и с этим могу помочь. Сейчас я его раз и отшприцую. Что там? Не надо меня шприцевать. Мы по классике. Ну, если вы не против, конечно. А не, конечно, я за. Иди в машине, подожди. Тут пять минут, сейчас исправлюсь с ним. Слушай, я, наверное, все-таки съезжу туда. Попробую их попереворачивать. Ага. Ну, чтобы они не слиплись там. Давай. Осторожнее там. Что ж, продолжим. Продолжим. По классике говоришь, да? По классике. Значит, поворачиваемся задом, снимаем штаны. Но, насколько я знаю, по классике это наоборот. Вы должны повернуться и, так сказать, снять штаны. Простите, но я пока не готов к экспериментам. Что значит не готов? Я зачем сюда приехала? Давайте свет выключим. А как я потом попаду? Куда? Куда и всем взад. Блин, я в анкете галочку не там поставил, клянусь. Мужик, что ты там бошкаешься? Я говорю, раздевайся, ложись. А вдруг мне не понравится? Что значит не понравится, а? Я на это семь лет училась. Закончила с красным дипломом. Пять лет практики. Ему не понравится. Знаете, я думал, что по вашей профессии работают наоборот те, кто не поступил. А тут еще и с красным дипломом. Значит так, Мужик. По твоему мнению, любая баба с сиськами может надеть белый халат и ездить к таким придуркам, как ты? Да? Ну да. Нет, ложись давай, я сказала. О, хотите начать с массажа? Какой массаж? Ты шо? Ну не хотите вы мне, давайте я вам. Женщинам такое нравится. О, расслабьтесь. Мужики, я слишком напряжена. Убери руки, ради бога. Ну не хотите массаж? Давайте стриптиз, давайте. Какой стриптиз? Ну давайте, давайте. Ну не хотите вы мне, давайте я вам. О, ты мне начинаешь нравиться. Молодец. Молодец, красиво. А давай снимаем штаны. О, штаны. Давай, молодец. О! О! Что это было? Успокоительное. Сейчас тебе легче станет. Мне кажется, у меня... Спину свело. А шо ты хотел? Бесплатная медицина требует жертв. Таки-таки, здрасте. Ой, а кто у нас тут такой хорошенький щекастик? Ой... Прям ураган! Прям сразу двоих вызвал. Или вы мама? Сестра. Родная, двоюродная? Медицинская. А-а-а, я поняла. То есть это вы уже из него, так сказать, все соки высосали, да? Я тебе больше скажу, он еще целый час языком шевелить не сможет. Я, конечно, прошу прощения, но, простите, вы из какой конкурирующей фирмы? Муниципальное медицинское учреждение номер 7. А, ну это такой, так, шифр, да, чтобы никто не догадался. А вы, я так понимаю, из частной фирмы? Добро будет, Борис? А-а-а, что, Кедрюки Компани? Аня, не слышала. Я смотрю, вы без инструмента. В смысле без инструмента? Все орудия труда на себе ношу всегда. Понятно. Значит, жене вы можете не звонить, я сейчас ей сообщение отправлю. В смысле жене? Она что, в курсе? Ну да, это она меня сюда и вызвала. Боже, какая современная европейская семья. Подойдите поближе, пожалуйста. Сейчас фотографию сделаю. В смысле, зачем? Ну, чтобы жена не волновалась, чтобы видела, что ее муж в надежных руках. Все, хорошего вам денечка. Не болейте. А-а-а. Ну что, щекасенький, начнем? Не надо. Голова с той стороны. Не надо. Я прошу, я жену люблю. Пожалуйста, не надо. Предоплату оплатил. Час любит и получил. Не надо. Не надо. Я прошу, я прошу, не надо. Доктор. Ну что, вы уже с обновками разобрались? Выучили, что где лежит? Это было не трудно. Активированный уголь в тумбочке, а медикаменты и оборудование в соседней области. Да-да. Добрались таки до нас реформы, дождались. Вам закупили новое оборудование. Серьезно? Да, что вы думали? Район про вас забудет? Выделили деньги, провели тендер. Счастье якое. Нарешті, нарешті ми зможем нормально лікувати. Це ж і быстріше, і краще буде. Да. Поэтому от вам, доктор, ноутбук. Ну, правда, немножечко БУ, но батарея ще держит ОГОГО. Три, а то і чотири минуты. Ноутбук? Вы здіваєтесь? Я рассчитывал хоча б на аппарат УЗИ. Я ж полбудущого ребенка при помощі бабки определяю. Доктор, в міністерстве сказали ноутбук, значит ноутбук. С його помощью вы будете связываться с более квалифицированным специалистами из города по скайпу. Вот такая реформа. Удачи. Спасибо. А УЗИ я тоже по скайпу делать буду, да? А то бабка уже через раз угадывает. Вы б нам лучше таблетки якісь прислали. А то травками вже лечить не комильфо. Так, шо у нас там за скайп такий? Подивнемось. Вы кто? Здравствуйте, я ваш сельский коллега. Вот проверяю, як реформи працюють. Здравствуйте. Я вибачаюсь, вы шо, заикаетесь? Не-не-не-нет. А, понятно. Ноутбук есть, а интернета, як не было, так и нету. Все через одно місто. Что? Болит одно веско? А, сейчас я это, я как раз себе вот мазь накладывал. Сейчас я скажу, как называется. Не-не-не, мазь не треба. Розумієте, у нас тут нетипичный случай для села. Девушка собі дуже сильно увеличила грудь, і тепер не може збирать урожай. Што, што, што он себе увеличил? Девушка, грудь увеличила. А, девушка? Ага. Ну-ну. Шо порадите? Графія. Шо, шо, связь пропала, ще раз, будь ласка. Есть ее графія. Клюрографія? А це допоможе? Фауографія ее есть. Ну, там у нее все видно. Не зрозумів. Зараз я поправлю интернет. Я не слышно тебя сейчас. Интернет кажу, поправлю зараз. Изображение пропало. Зараз, зараз, зараз. О, 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 щас хорошо. Нормально? Ага. Отакой. Нормально? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Один доктор в селе остался, і тот повеситься хоче. Що ж тако, я не видно ничего. Привет, Петрович. Павдія Степанівна, добрый день. Проходьте, будь ласка, сідайте. Будь ласочка. с чем сегодня пожаловали угадай артрит нет радикулит нет давление нет а шо тоди заинтриговали прям все сразу ну добренько будем азараса глядать а не я по телевизору смотрела уже можно по компьютеру с доктором связываться с городским звони доктору он пускай меня осматривает нашу вам той доктор я вас же сороков знаю я знаю все ваши трещинки яких ликовать тоже знаю звони доктору говорю а то вот пойду яду выпью а в предсмертной записке напишу что ты посоветовал звони добрый як скажете ось подлазка ого два доктора у нас здрасте кто это ция ваш сельский коллега я вам звонив помните да 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 помню мазь хотел узнать сейчас как она называется что пометил да да счастлива не 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 мамас не треба у меня тут пациент понимаете да я не вижу ее сделаешь мрт поперезвонишь а я к мрт у нас селены мая март я говорю делаю мрт а то вот прямо вот тут сейчас окачурусь милиция прийдет а у меня в холодненьких ручках записка с твоим именем быстро добренько зробим вам мрт вот таки очи заплющить так заплющить вставайте в кабинет мрт вот обережно тут голову пригинайте обережно тут так ой ступенька осторожно так так сидаем ага кресло мрт ого ого починаем сеанс мрт давай все зробили ого ой сразу полегчало сразу от этого мрт лучше стало звони доктора будем говорить ему спасибо вот вот молодец какой ну что мрт сделал спасибо а ну покажи мне бабку будь ласка а кто с ней рядом дома дедка ее здрасте что это какой-то бледноватый он ну так а что бабка еще что-то болит сердце сердце колит сердце ага уверены что именно сердце ну-ка это пощупаю ее там только так на камеру пощупай чтобы я видел якось дивно звучит вы мали на уазе просто осмотр кто там смотреть доктор сказал вщупай значит шупать мне уже 20 лет никто не вступал а ну давай клавдия степанівна я зараз вас буду осматривать областей груди и трохи пощупаю но имей в виду что сердце у меня тут а гаруч вот тут добренько давайте пощупаем ниже 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 все нормально все нормально там все нормально я пощупал я пощупал пощупал ты послушаю ее добренько ну слушай родилась я в екатеринославской губернии что вы робите звони городскому доктору ничего не можешь не пошупать не послушать звони городскому доктор у меня не получается с бабкой я вас не вижу но виагра вам помочь я гру давай клавдия степанівна це для чоловіків ну давай я деду дам ему лекарства тоже нужны давай быстро доктор поможить что-нибудь еще спину ломит что спина болит спину да ну если болит спина значит нужно пациента перевернуть и вы е 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 что какой интересный доктор а давай давай так как мне становиться лучше для процедуры этой пациента нужно перевернуть и выяснить причину боли а я уже обрадовалась еще жалобы есть что горло болит что горло 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 это нужно ласкать 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 и потом еще слышал давай ласкай меня ласкай ласкай ну и про главное потом не забудь давай же точно а не степанівна він не тема в науазі я вам не так же давайте перезвоним ага не термином на увазим боязливый а может и те доктор доктор це я ваш сиски колега а опять вы ага мы ну так что непонятного горло горло полоскать и трахисан трахисан еще жалобы есть голова кружиться а голова это давление померяй ей давление померяешь потом наберешь не кидайте трубку бо я завжди якось не вовремя дзвоню вопрос я на связи ага добренько ну я ж попросил не кидать трубку девин спрятався там а то шо ж такое а что ж ты меня накачал как лодку я тебе что резиновая баба что ли вибачте клавдия степанівна я вибачте давайте ще раз позвоним эх ти звони кто это доктор це я ваш колега може ми вам бабку переправим да хвам а деньги у нее есть ну откуда у нее деньги тогда все занято все палаты забиты а як вы кажете ваша фамилия плохая связь что-то тут шум какой-то вы щепоте нашли це роботи а а зараз я отказаю вы рукой камеру закрыли наше вице робите то ничего подобного это реально реально связь что-то плохо мне милок зараз 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 ваша ваша улюбленная ваша улюбленная доктор допоможить доктор так куды ж вы доктор уберите руку кажут да ще краще подавилась давайте раз два три чотири давай не вмирай пять шість не я в этом не участвую и раз ой спасибо тебе белок в который раз бабушку от смерти вручаешь уже я уже даже не считаю я считаю восемнадцатый уже ой хороший доктор ты прости ты бабку старую вредную а вот этого доктора я черпеть не могу я его сразу невзлюбила а дай-ка мне ручечку а будь ласка спасибо тебе хорошо а шо це ви робите а я этого доктора найду у него прям в кабинете а качурусь мне вскрытие сделают а внутри записка с его именем мизмить ноутбук собою то нашел мне нужен то на дорожку вина горячий будете им спину греть оооо спасибо 4 3 2 1 эфир добрый вечер в эфире говорим о главном и мы начинаем в мире во все идет вакцинация от коронавируса люди разделились на сторонников и противников вакцинации среди сторонников тоже не все однозначно люди не могут определиться какой же вакцине отдать предпочтение и сегодня в этой студии вместе с экспертами мы постараемся определиться чего нам ждать от вакцинации хочу ждать чё ждать чё непонятно что ли хана всем будет все сдохнем надо бурки рыть и детей прязать послушайте ну шо за бред но никто не умрет просто нужно вакцинироваться правильной вакцины вам в израиле все вакцинировались и шо никто не умер а я как раз таки слышала что смертельные случаи все-таки были да несколько случаев было но это именно те кто не хотел вакцинироваться их полиция побила дубину вакцинироваться надо однозначно и не слушай всяческих идиотов идиот хорошо а какой вакциной я все все у кого и файзер и модерна и и и спутник 5 4 3 2 1 поехали позвольте я вас представлю это иван иванович иванов первый человек на котором испытали российскую вакцину еще до крыс скажите иван иванович неужели у вас не было никаких побочных эффектов ну как одну чуть-чуть было чуть-чуть было чуть-чуть было ну поконкретней ну во первых у меня за чешался глаз третий сейчас а честно во вторых я уже три месяца дни не хожу в туалет но это никак не связано с вакцинацией от этого вируса это еще и от вакцинации а то от птичьего гриппа помните до конечки птичьи птичьи грипп я себе 5 вакцин вколол за за раз за час а вот нам интересно после прививки было ли температура конечно конечно было 28 метре сейчас 28 а потом резко 3 давайте перейдем к следующему ой и это никак не связано с вакцинации никак метеоризм у меня еще из самого детства а это что-то новенькое везет вам вы с такими симптомами вряд ли до осени доживете и не будете видеть этот хаос как который начнется всем хана будет хана будет молод молодой человек ну послушайте но я вам говорю что осенью ничего не будет а слышали я это сказал осени ничего не будет ни продуктов не будет ничего не будет вот они все знают все знают надо закупаться продовольствием водой то ли ты бумагой и рить бункеры и чем глубже тем тем лучше давайте я представлю остальных экспертов мастер-уфолог специалист по инопланетянам теориям заговоров и альтернативной истории администратор группы космоса нет имя попросил не называть чтобы рептилоиды его не забрали я вас правильно представила абсолютно спасибо скажите игорь фанасьевич то что вы сделали я вам просто назвала первое попавшееся имя мне же нужно как-то к вам обращаться капец вы угадали что мне делать теперь паспорт снова менять что ли а сейчас же другие паспорта эти пластиковые а потом с чипами будут а потом вообще всем на лоб штрих-код нанесут и будут сканировать послушайте да кому вы нужны чтобы тратить на вас дорогостоящий чип ой и если я вас правильно поняла вы утверждаете что вакцинацию придумали для сокращения населения само собой это все билл гейтс придумал и его хозяева сатанисты вместе с китайцами заодно а но слава богу хоть в этот раз виноваты не еврей вот интересный а за счет это весь банкет это все ваши рокселлеры ротшерди ротенберги и гинзбурги оплачивают молодой человек а давайте мы вашу шапочку поменяем на мою и вы сразу станете наш да сейчас наш следующий эксперт доктор из израиля абрам моисеевич каца добрый вечер шалом абрам моисеевич сегодня вы выступаете за вакцинацию да конечно я исключительно за вакцинацию но я за то чтобы эта вакцинация была правильной и чтобы она была сделана абсолютно правильной вакциной и это и это невозможно потому что для того чтобы прошли все испытания нужно еще лет пять-десять очень интересная позиция что же нам делать все эти пять-десять лет ходить в масках вы знаете если весь мир будет ходить в масках это будет просто замечательно чушь какая чушь полнейшая в эти маски они вообще ничего не защищают молодой человек если бы вы продавали эти маски то вы бы сейчас говорили по-другому если эти маски не менять каждые два часа там паразиты заводятся и они потом они потом поражают легкие вы знаете вы бы все-таки стирали свою шапочку потому что судя по всему паразиты уже захватили ваш мозг Абрам Моисеевич а вот у израильской вакцины есть ли какие-то побочные эффекты ну разве что цена насколько я знаю вакцину для граждан предоставляли абсолютно бесплатно все верно но могли же и заплатить да я представляю еще одного эксперта йог старовер солнцеед знахарь любомир митрофанович здравствуйте здравия все любомир митрофанович какое ваше отношение ко всей этой ситуации я вам так скажу все беды от головы да и если человек не находится в гармонии с природой то карму никто не отменял а от различных там вирусов хорошо помогает чеснок да мы это чувствуем и лук а это мы тоже слышим вы знаете вы бы еще намазались кизяком чтобы рядом с вами не только мухи дохли но и люди просто думал что это телевидение что тут нельзя но если вы не против то я конечно кизяком нет нет не нужно любомир митрофанович я так понимаю что вы абсолютно против фармакологии за природное средство чтобы бабы в поле рожали нет ну что вы мы против того чтобы бабы рожали в поле слушайте прямо интересно чего так ну смотрите ну во первых сейчас в полях гмо эти пестициды во вторых рожать там не безопасно представляете но вы рожайте в поле рядом с вами комбайн работает мы вот например тихона в лесу рожали а агапью в колодце господи как это в колодце просто неожиданно получилось баба моя на сносях пошла по воду поскользнулась возле колодца и упала через три месяца и родила ребенок хоть здоров немного воды нахватался но ничего мы его чесноком помазали кизяком откормили нет наоборот кизяком помазали чесноком откормили нормальный богатырь так давайте вернемся к вакцинации иван иванович нам стало известно что вы добровольно решили стать первым испытуемым как так получилось работы нет денег нет здоровье нет а ты предложили закрыть кредит за квартиру и что выполнили свое обещание конечно банк переписал мой долг коллектором коллектора меня вышвырнули из квартиры продали ее и теперь я никому ничего не должен и вы за это рисковали своим здоровьем здоровье здоровье вакцина полностью безопасно полностью разве что вот вот волосы выпадают ну вот это уже плюс огромный плюс скоро парикмахерскую не надо будет идти вот так вот всех сначала постригут как овец потом как скот обколят всех и все всем хана в леса надо уходить в леса не надо в леса у нас там бабы рожают да тогда бункер рить бункер рить и чем глубже тем лучше а вышки 5g эти все под корень срубать то есть вы против высокоскоростного интернета я вообще против интернета молодой человек скажите а где вы об этом всем прочитали где где в интернете не ваше дело вы знаете вы такой хитрый что мне кажется вам нужно не только вашу шапочку на мою поменять но еще и обрезание сделать а тем временем испытание вакцин началась по всей территории земного шара какого шара земля плоская вышел про трех китов не слышали что вы что вы несете а откуда тогда за нами инопланетяне наблюдают как их не существует ошибаетесь ошибаюсь я прямо сейчас с ними общаюсь третьим глаз да вы только им не говорите что я здесь а то не меня уколят и всех соберут в города и там обколят и будет все мучиться как вот этот вот я не мучаюсь кстати да просто моем организме происходит некоторые изменения некоторые совсем вы не против если я сейчас молоко давайте продолжим нашу программу всемирная организация здравоохранения заявила что началась третья волна заболевших абрам моисеевич как вы считаете сколько еще будет этих волн вы знаете судя по тому сколько денег в это все вкладывается то этот прилив будет еще года два-три любомир митрофанович вы не боитесь очередной волны о нет не боимся вот к нам в деревню по весне куча народу наехала мы главное идем в леса рожать а они у нас там от какого-то коронавируса прячутся если бы не чеснок хрен бы мы их из деревни вызвали то есть вы живете в глуши без электричества без интернета без телевизора что вы уж нас совсем дикорями то считаете есть у нас телевизор надо же как-то детей отвлекать чтобы новых сделать я вот по весне из лозы сплел им телевизор сидят смотрят а если редькой футбол играют то телевизор не разобьют и между прочим мы тоже создаем свою вакцину но правда пока получается только высококлассный самогон любомир митрофанович а вы проделали такой большой путь в город как вы вообще попали к нам без маски ну как я лист лопуха нацепил на лицо две дырки сделал и так вам и пришел очень удобно получается что и вот эта паника с туалетной бумагой тоже вас не коснулась они туалетной бумагой мы не пользуемся а зачем когда есть лист лопуха слушайте это же так удобно да вы можете маску на лице потом использовать для вытирания попы ой спасибо вам за совет но тут самое главное не перепутать очередность о судя по всему снова молоко прибыл все же полнолуние вы же знаете она полно луне у меня тут такое странное странный эффект происходит в организме любомир митрофанович а вы что делаете дьявола изгоняю из него к счастью в нашей студии звонок алло слушаем вас алло скажите пожалуйста а где можно достать такие уколы чтоб нас штырило как этих двоих не знаю до свидания вы знаете вот именно из-за всего этого происходящего мы так хотим уехать в израиль а вы наверное в бункер да откуда вы знаете вы что мои мысли считаете вы рептилоид или нет на мне чип на мне чип где вы его когда вы его подсунули мне где он где он за что мне все это это была программа говорим о главном сегодня в этой студии мы обсуждали вакцину от коронавируса ну а завтра мы вместе с вами обсудим нужно ли людей которые разделили украину на условные разноцветные зоны посадить в настоящую до новых встреч да нет пока никто не обращался ну слушайте здесь два варианта либо вакцина действительно настолько хорошая что у нее нет побочных эффектов либо настолько плохая что никто так и не придет да но не переживайте в любом случае денежки никому не отдаем бережен так сказать да здравствуйте ой ко мне кто-то пришел я перезвоню добрый день скажите пожалуйста это здесь выплачивают компенсацию за побочные эффекты от вакцинации да что у вас за проблема проблема у меня катастрофа можете уже отсчитывать ваши деньги подождите подождите про деньги давайте разберемся какие у вас побочные эффекты от вакцины и кстати вы какой вакцины вакцинировались подождите вы с вашей этой и вакцины сначала давайте разберемся с побочными эффектами ну давайте хорошо что у вас случилось во-первых у меня пропал сон на какой день после вакцинации что значит после сразу же как только я узнал что всех будет вакцинировать А когда стало известно, что это еще и не бесплатно, у меня вообще начался нервный тик. Посмотрите, у меня дергается правый глаз. Вы извините, это левый. Видите? Да, теперь вижу. Вот. Хорошо, послушайте, я на самом деле понимаю, да, не все вакцины бесплатные, ну а вот вы какую выбрали? А вот именно, когда я узнал, что этих вакцин несколько, врач у меня сначала диагностировал раздвоение личности, а потом я сам с собой поругался из-за вакцины из страны-агрессора. Послушайте, а от самой вакцины какие у вас осложнения? Вы понимаете, когда я узнал, что вакцин несколько, я стал изучать этот вопрос. И сильно у меня упало зрение. Так что, вот, пожалуйста. А это что? Это счет от окулиста из очки. Так. А вот еще, пожалуйста, за свет. За свет? Вы вообще нормальный? Ну, конечно. И в темноте я пока читать не умею. Так, послушайте. Это вы послушайте. Это счет цветочки. Когда я узнал, что эта вакцина сохраняет от коронавируса только на 70%, у меня вообще крыша поехала. Вот счет от психиатра. Так, так, послушайте, хватит мне давать ваши счета. Да, у вас есть какие-то осложнения от вакцины? Конкретно. Конкретно диарея. Вот, диарея. Подождите, а как диарея? Ну, после укола, что ли? За месяц до. Когда в новостях сказали, что заболеваемость растет, а вакцин на всех не хватит, я испугался. Все. Вот, пожалуйста, счет за скрепительное и еще за стирку штанов. Знаете, что мы за это платить не будем, потому что мы здесь ни при чем. Как это вы здесь ни при чем? Одну секундочку, я объясню. Я не успел купить скрепительное. Мне добежал. А почему? Потому что я забыл маску. А в аптеку меня без маски не впустили. Кто это придумал? Ваша организация. Поэтому платите. Так, ладно, тут счет небольшой, мы оплатим. Это все? Я тоже так думал. Но когда в новостях сказали, что сначала вакцину получат армия, потом врачи, потом артисты, а остальных людей будут вакцинировать в последнюю очередь, я снова испугался. Вот, пожалуйста, счет за чистку дивана. Послушайте, вы что, издеваетесь, а? У вас есть какой-то конкретный побочный эффект от вакцины? Конкретно? Так. Геморрой. Вот. Как геморрой? Вы уверены, что это связано с вакцинацией? Да, потому что достать эту вашу вакцину, это кто-то еще геморрой. Да. Вот. Вот. Поэтому вот, пожалуйста, счет за телефонные переговоры с поликлиниками, за транспорт, расписка от врача на 200 долларов. Так, ладно, давайте успокоимся, я попытаюсь вам все объяснить. Смотрите, мы не оплачиваем расходы, связанные с вакцинацией. Мы оплачиваем за конкретные проблемы со здоровьем. А, ну так у меня были. У меня вскочила гематома на лбу. Ну вот, вот. Это уже что-то. Так, на какой день после вакцинации? Да что вы с вашей опять вакцинацией? У меня жена спросила, есть ли у нас вакцина? Я говорю, мы в конце очереди только. И мы поругались, она мне ляпнула сковородкой в лоб. Вот, пожалуйста. Вот. Снимок. И вот, пожалуйста, счет из травматологии. Платите. Мы ничего оплачивать не будем. Потому что это никак не связано с вакцинацией. Все. Ну хорошо. И я скажу моей жене, что вы отказываетесь платить. А ваш адрес она знает. А давайте сделаем по-другому, а? Давайте я вам дам свои личные тысячу гривен, и вы уйдете. Ну это уже разговор. Я согласен. Вот, пожалуйста. Пишите. До свидания. Отлично. Так. Следующее, что меня интересует. Что-то-то. Что значит следующее? Вы сказали, что уйдете. Кто сказал? Ну вы. Я? Да. Когда? Ну, подождите. Я вам дал тысячу гривен, и вы сказали, что вы уйдете. Мне? Вам. О, доктор, видите, еще один побочный эффект. У меня стала пропадать память. Слушайте, за какой эффект выплачивают больше всего денег? За летальный исход. Выплата около миллиона гривен. Так и у меня был летальный исход. Вы что, издеваетесь, что ли, а? Ну вот же вы, передо мной стоите, живой. А летально это? Да. Ну я и не прошу весь миллион. Давайте хотя бы пятьсот тысяч. А знаете что? А я вот сейчас возьму и позвоню главврачу. Ладно, ладно, ладно. Переходим к главному. Наконец. Да. Итак, побочка от вакцины. Подождите, с вашей этой вакциной. Жена мне сказала, что после ссоры мы месяц без секса. И я был вынужден идти в одно приличное заведение к не очень приличным женщинам. И поэтому у меня прилично болит в не очень приличном месте. Вот, пожалуйста. Я так понимаю, это счет от венеролога? Нет, это счет за неприличное заведение. Венеролога я так и быть беру на себя, потому что Авраам Маркович очень хороший человек, венеролог. Мы там и познакомились в не очень приличном заведении. Серьезно? Послушайте, я так и не понял, вы вакцину сделали или нет? Да подождите, с вашей вакциной. Вот, оплатите это. Что это? Это счет за Виагру. Какую нахрен Виагру? Голубенькую вот такую таблеточку. Потому что я очень сильно перенервничал, и у меня случился сбой в половой системе. Послушайте. Я еще раз вам повторяю. Мы оплачиваем только за проблемы, связанные с вакцинацией от коронавируса. Поверьте мне, для мужчины проблемы с коронапенисом гораздо важнее какого-то там воспаления легких. Правда же, вот, вот, люди говорят вам. Я уже ничего не понимаю, вы вакцину сделали или нет? Да подождите, с вашей вакциной мы уже близко. Я шел ее делать, прямо шел делать укол. И тут у меня случайно сбивает машина. Об этом узнает дядя Йоси, и у него случается инфаркт. Не потому что он меня так сильно любит, а потому что я ему сильно был должен денег. Так что, вот, счет за похороны тоже оплатите. Какой дядя Йоси? Какие похороны? Какой инфаркт? Что вы мне несете вообще? У вас есть какие-то конкретные симптомы? Усталость, головная боль, боль в мышцах, суставах? Есть что-то такое? Вот все, что вы сказали, все это у меня и есть. Это точно связано с вакцинацией? Конечно, потому что я только стоял в очереди за этой вашей вакциной, что у меня все это случилось. То есть вы все-таки дождались очереди и вакцинировались, правильно? Я что, идиот? Я продал мое место. Люди спрашивали. Послушайте, я не могу до сих пор понять, вы вакцинировались или нет. Да подождите вы с вашей вакцинацией. Сначала оплатите мне вот за эти побочные эффекты, а потом я уже подумаю, вакцинироваться мне или нет. Что? Да, потому что если у меня столько эффектов до вакцинации, я представляю, сколько будет после. А знаете что? А вот ничего мы вам оплачивать не будем. Едьте в свой Израиль и там вакцинируйтесь, понятно? Вы идиот? Я бы уже 8 тысяч раз был в Израиле. Но в Израиль без вакцинации не пускают. Поэтому, чтобы мне сделать хорошую вакцину там, мне сначала нужно уколоть плохую тут. Но мне нужны гарантии. Да пошел ты. Стойте, оплатите хотя бы в Яхру. Я старый обещал, хороший. Друзья, с наступающим вас! Новым годом! Егор, а мне надо ли? Да нет, конечно. Потому что с дизелями. Новый год можно отпраздновать на месяц раньше. Да! 3-4 декабря новогодняя программа Кейзер-шоу во дворце Украина. Покупайте билеты и празднуйте с лучшими! И новые номера будут яркие звезды. А мы будем. Ну тогда путь-ба! Друзья, хотите увидеть себя в новогоднюю ночь по телевизору, а? Покупайте билеты и приходите на концерт. И смотрите, смотрите меня, чтобы все обязательно пришли. Всех с наступающим новым концертом! Годом! И концертами тоже! С горячим!